Измест Не принесет тебе оно Тебя Господь оберегает Господь прощает нам грехи Господь всегда мне помогает Тебе рад написать стихи Однажды, выглянув в окошко Сестренка, вспомни обо мне Тогда увидишь ты дорожку Что приведет меня к тебе В конце письма пишу, скучаю Я нашей встречи жду всегда Но все целую обнимаю Стоп, куда? На хор Опоздали мы, Леха Куда же еще? Молодые люди, объявления для кого? Вам сегодня вниз через сцену А там у меня комиссия заседать будет По помилованию Прикольно Прикольно Клево Дяденька, а закурить не найдется? Я тебе дам сейчас закурить А ну, брысь отсюда Ладно Ладно, по сострелям Вот шалопаи Я думал, мы у вас сегодня одни Мальчишки, хор У них вот сегодня последняя репетиция Мы первый раз в ваших хоромах Куда нам? А вам наверх За вами сегодня дубовой зал записан До девятнадцати Но вы, господин Мартов, особенно не спешите Угу Такие дела суеты не терпят Угу А, 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 а Те мы, все мы в этом мире тлены Тихо льется склянув лисье в медь. Будь же ты вовек благословен, что пришла просвесть и умереть. Стоп! Серёж, ты о чём думаешь? О своём. Ну так, если о своём, иди тогда домой. Я на тебя смотрю уже почти минуту. Ты всё о своём. Ещё разок то же самое. Будьте добры. Золотого клащеный, я не буду больше молодым. Здравствуйте, драгоценная Елена Александровна. Здравствуйте. А я-то думал, я сегодня раньше других буду. Но вы, как всегда, первая. Вот что значит учительская привычка. Снег сегодня какой-то загадочный. А, Еленочка Александровна, а тут ещё и горящий камин, треск поленьев, мальчишечки голоса. Есенинская лирика, удивительно, душа сразу теплеет. Начинает наивно надеяться и верить во что-то доброе. Хотя, похоже, мне-то как раз сегодня ни на что хорошее надеяться не приходится. Как говорится, настоятельно предупредили. И как пьяный сторож, выйдя на дорогу, утонул в сугробе, приморозил ногу. Дай, пожалуйста, сегодня не одну, а обе ноги отморозил. Давайте, Александр Сергеевич, я вас лучше чаем угощу. Категорический депутатский привет всем присутствующим. Точно, как всегда. Кто знает, какое у нас сегодня заседание? Правильное, юбилейное. Вот уж никогда не думал, что точность, вежливость депутатов. Полагал, что только королей. Это у меня с тех пор, как я следователем работал. Там без точности никуда. Прошу. С юбилеем. За комиссию. За нас с вами. И за председателя. С юбилеем. И вас с праздником, мадам Фемида. Пять лет с нами, бедняжка. Ладно, меч, так еще и весы на вытянутой руке тащите. Ни одному мужчине такого бы не поручили. Я сейчас прикреплю, а вы держите так, чтобы даже весы не качались. Итак, уважаемые господа члены комиссии по помилованию. У нас с вами кворум, шесть человек. Присутствуют, увы, пока только трое. Марта, Фратиков и я. Считайте, что четверо. Броневик уже у подъезда, значит и чмо тут. А при чем тут? Чмо. Ничего тут непонятного. Чмо это чиновник муниципального образования. Самый занятой человек. Идет. Здравствуйте. Господи, откуда ж это он? Заблудился я тут у вас. Здравствуйте, мои дорогие. Здравствуйте. Вот выручаю вас. Леночка утром позвонила, мол, кворум под сомнением. Ну и я, как порядочный человек, двинул к вам. А ведь мог, как другие, весь вечер на своем четвероногом друге провести. Простите, на ком? На диване, в смысле, у телевизора. Ведь сегодня два таких матча. Я же говорил, самый занятой. Президент. А как без него? Ммм, юбилейный наш армянский в сто раз лучше французского, согласный Александр Сергеевич. Армянский у Жени наш, наш калининградский. Писатель-то у нас в коньяках разбирается. Профи. И в политике, и в людях. Это мы больше в подвалах, трубах, кровлях вечной текущих. Ничего себе. Чижик ехал под дугой, надо выпить по-другой. Господин Мартов. Там женщина внизу, чуть не в обмороке. По помилованию. Она должна вам что-то рассказать. Я обещал содействие. Хорошо бы вам спуститься к ней. Хорошо, любезный. Только вы уж нас больше не беспокойте. Куда это мы? Я с вами скоро вернусь. Дело действительно уйма. Иди, иди. Тьма болотная. Лен, ты куда? Дело просмотреть. Идет. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Спасибо. Спасибо. Я мать Володи Есенина. Я хочу, я хочу вас попросить, чтобы вы выслушали меня. Слушай, не находишь? Мартов какой-то сегодня не такой странный. Да, будешь странным. Поговорю, что сегодня его последнее заседание. Да брось ты, что ты ерунду говоришь? Но мы этому не верим. Все это слюхи. Правильно? Угу. Так что не бери в голову, Леночка. Сколько у нас сегодня дел? Одно. Ну, как договаривались, главное — темп. Быстренько проголосуем и вперед на мины. Ты дело-то хоть читал, минер? Кто у нас? Есенин — классик, но зато один. На то он и классик, что он один. Слушай, я еще раз дело посмотрела. По-моему, тут обсуждать нечего. Ужас. Жить не хочется. Не хочется? Но! Ты жива, еще ли моя старушка? Ничего обещать вам не могу, одно скажу. Дело ваше мы рассмотрим очень внимательно. Да, спасибо. Вы только не подумайте, что я сына выгораживать пришла. Я просто в церкви была, а теперь к вам. Жив и я. Привет тебе, привет. Ну, привет. Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний нет. Кстати, как у нас с избушкой, Леночка? С избушкой у нас все в полном порядке. Ксюшенька к подружке попросилась. По-моему, они обе в восторге. Поэтому держись. Буратино счастлив. Мужа недавно схоронила инфаркт. Гибель Настеньки. Приговор Володи, вот. Татьяна Николаевна, ну не надо, так вы к нам пришли, значит, немного нам верите. Да. Я только знаю, что Володя убить не мог. Это недоразумение. Страшное недоразумение. Да, да. Мне вот говорят, адвоката бы хорошего, а где его взять? Адвокат хороший и хороших денег требует. А тут похороны одни, вторые. И вот. Вы знаете, что его во взрослую переводят? Вы знаете, что это такое? Я очень за него боюсь. Он не выдержит там. Я умоляю вас. Пожалуйста, как можно скорее рассмотрите его дело. И, пожалуйста, отнеситесь к нему. По-человечески. Да, я вас задерживаю, я знаю. Извините. До свидания. До свидания. Александр Сергеевич, у вас есть дети? Как там у Есенина? Гаене ты моя. Гаене. Или не Гаене? Что-то я забыл. Как там, Ленка? Может, думает обо мне, Шаганет и моя Шаганет. О! Шаганет! Спасибо, что не кричитай. Ничего, родная, успокойся. Большие детки, большие бедки. Это точно. Тут еще мальчишка из хора. Кстати, тоже Сергей Есенин, чёска. Говорит, что много чего по делу брата знает. Прорваться хочет к вам на комиссию. Исключено. Посторонним на комиссию нельзя. Закон. Жаль. Парнишка неплохой. Может, он вам хоть позвонит. Вы только скажете, помиловали или нет. Милует президент. Комиссия ему только советует, какое решение принять. Я даже не знаю. Мы свои телефоны на заседание отключаем, чтоб не отвлекали. У нас в Дубовом телефон есть? Телефон есть. А звонки все одно через меня. Вот этой штукой вот переключаю. Ну, хорошо. Поговорю только с Сережей. Больше ни с кем. Договорились. Пусть звонит ровно в шесть. Понял. Это только тягостная бредь. Не такой уж горький я пропоится, чтоб тебя не видя умереть. Это я не вам, Александр Сергеевич. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Ну так, что у нас с кворумом? Коллеги. Аркадий Романович у нас в командировке. Кто у нас еще? Батюшка наш на службе. Ну, Леонтьев уже и так полгода не появлялся. Остается доктор Кактус, который как всегда опаздывает. Хотя вот-вот должен появиться. А вот и он. Здрасте. Здравствуйте. Ради Бога, извините за опоздание. Только из больницы. Очень сложный случай. Вот, еле успел цветы купить. У моей Оленьки сегодня день рождения. Поздравляю. Давайте ваши цветы поставим в вазу. Спасибо. Ну, роскошные букеты. Я бы таким не отделался. Да. Ну и зарплата у врачей не депутатская. Как вы думаете, дотянут до вечера? Да, дотянут. Вы знаете, я же без всякой иронии. Действительно, красивые цветы. Идете домой. Да. Наберете в ванну воды. Вот так. Бросите туда цветы. Распустятся. Уверяю, неделю не завянут. Сам проверял. Да, Елена Александровна? Да. Очень красивые. Цветы что? О, я утром еще в книжный заскочил. Оля очень любит Есенина. Вот. Посмотрите, Александр Сергеевич. Какое редкое издание. Баку, двадцать пятый год. Русь советская. Вот. Вечером синим, вечером лунным был я когда-то красивым и юным. Неудержимо, неповторимо. Все пролетело далече мимо. Скворумом у нас мимо, вот что. А жаль, сегодня одно дело было. Могли бы минут за двадцать-тридцать справиться. Ну, увы. Ждемся. А где артист? Ну, он же обещал быть. Давайте ему позвоним. Угу. А. Алло. Алло. Народный? Привет. Плохо тебя слышу. Ты где, собственно, пропадаешь? Ты у нас сегодня кворумом величаешься. Давай срочно сюда. Что за молк? Ну, чудо техника. А вот мы на кнопочку нажмем. Да вроде я не молчу. Строго по секрету. Тебе одному. Я вчера в ресторане, а после фуршета так на... А, Народный, тоже строго по секрету, ты у нас на громкой связи. Тут как раз Елена Александровна тебе привет передает. По громкой связи? Так я и говорю. Вчера на репетиции я так со сцены навернулся, что вам даже и не представить. И результат теперь — костяная нога. Слышите? Да шо я с вами. Связь работает. Кворум есть. Начинайте! Правильно. Я так думаю, что это шутка. Никакого виртуального участия закон не предусматривает. Я предлагаю разойтись. Ну что, дорогая, у тебя сегодня выходной. Подождите, подождите, давайте посоветуемся. Я только что разговаривал с мамой нашего просителя, там горе не приведи бог, потеряла дочь мужа, старший сын в колонии. Этот самый злосчастный Есенин. Добрейший наш, Александр Сергеевич. У нас то не прошение, то чей-то сын, чья-то дочь. Так? Ну, ему перевод во взрослую грозит. Поэтому мать и пришла, чтобы поскорее прошение рассмотрели. Как-то не по-людски будет ей отказать, не милостиво. Господа, как это не печально, к вораму нет. Поэтому придется разойтись. Я это говорю, как секретарь комиссии. Как ответственный секретарь. Давайте начинать. Что будем делать? Александр Сергеевич, я, как женщина, прекрасно понимаю мать Есенина. Я ей сочувствую. Но мы же рассмотрим это прошение. Но в следующий раз. А через месяц во взрослой уголовничке его уже прописывать начнут. Вы не знаете, что это такое. А я знаю. Мой однокажник в подростковой колонии медсанчастью заведует. Я ознакомилась с делом. Случай очень непростой. И если произойдет невероятно, и мы примем положительное решение, Москва все равно пришлет нам дело назад. Но отсутствие хворома вещь очевидная, правда? Правильно. Елена Александровна, пойдемте. Открываем заседание. Тут я, тут. Для нас указ президента, закон. А, ну, правильно. Как что, так сразу закон и президент. Намыло! Олуха, не судья. Олуха, не судья. Извините меня, не обращайте на меня никакого внимания. Александр Сергеевич, Александр Сергеевич, я же вас скворобом выручил. Поймите же и вы меня. Последний шанс в УИФА прорваться. А я одним ухом слышу. Слышу. И голосовать буду правильно, как вы. Не обижайтесь. Писатель вы наш дорогой. Я душой с вами. Алло, бывшая молодежь. Я чего-то не понимаю. Вы меня слышите? Ногу мою слышите? Мало? Ах, видеть хотите? Ну, тогда прислите машину. Алло, Виктор? Да. Ты где? Обернись быстренько за артистом. Кишандра, они машину дают. Давай, народный, собирайся. Виктор уже выехал. Намек понял. Свечами на выход. Как говаривала Аннушка Каренина, до скорого. Будь здоровой, Кишандра. Умчался ваш Виктор. Только снег из-под колес. Вот. Грустный он какой-то. Кто грустный, Виктор? Снег. Только сейчас понял, какой сегодня снег. Снег грустный. Падает и падает весь день. Так тихо падает. Тяжело. И как-то давит. Точно давит. Если бы только снег, дорогая Ирина Александровна. Если бы только снег. Алло. Я понимаю, что вы хотите видеть Есенина в тюрьме. И только в тюрьме. Но я повторяю вам, решает не председатель по телефону, а комиссия на заседании. Если он опасен, мы ему откажем. Да. Ну, хорошо, пусть это будет мое последнее заседание. Я это от вас уже слышал. У меня дел и вискомиссии хватит. И больше, пожалуйста, не звоните мне. Снежная равнина, белая луна. Саваном покрыта наша сторона. И березы в белом плачут по лесам. Кто погиб здесь, умер? Уж не я лесам. Нет, да вы что, Семен Антонович. Ты тоже мне врач. Я думал, положительные эмоции нам пропишите, может. Тихо! Неужели в Уэфа вышли? Дайте дослушать важное сообщение. В первой подростковой двое отморозков убили охранника. Взяли заложников. Двоих сокамерников и сестричка из медсанчасти. Требуют полмиллиона долларов и бронированный автомобиль. Ни много, ни мало. На что надеются негодяи? Судя по сообщению, оба и без того за убийство сидят. Судя по сообщению, окончится смерть одного из заложников. Пускай там уйдут, а дверь, че это надо? Пусть уйдут, а дверь, рекомендую. Я уже убивал человека. Это не очень страшно. Славы, я тебя прошу. Ну, пущусь, я за меня и я убью. А дверь, рекомендую. Мы вам сказали, у нас гранаты такие, которые терять действительно меньше. Дай бог обойдется. Вроде бы мы милость к падшим призывать должны, однако, знаете ли, к таким не очень хочется. Давайте, давайте. Если бы каждый из них получил повышки за первое убийство, тогда бы и бога просить не пришлось. Я могу позвонить, узнать, как там у них. Не надо, Семен Антонович. Там с заложниками и без комиссии по помилованию разберутся. Кстати, Вечерка попросила меня написать статью. К нашему юбилею набрал на компьютере название «Казнить нельзя помиловать». Так компьютер мгновенно мне на ошибку указал и сам же ее исправил. Поставил запятую. И не «где попало», а именно после слова «нельзя». Правда? Вот так. Душа электронная не смогла посягнуть на душу живую, человеческую. Нельзя, мол, казнить. Помиловать и все тут. Здорово. Здорово. Это я вам как врачи говорю. Казнить, миловать? Тоже мне. Проблему нашли. Кстати, этого Есенина вашего тоже касается. Не дай бог во взрослую колонию. Ай-яй-яй, испортят пай мальчика. Все это детские лепят, господин Кактус. А я не удивлюсь, если этот наш милый мальчик сейчас в камере сестричку мучает и полмиллиона с броневиком требует. И что, вот таких миловать, да? Я, между прочим, дело тоже читал. Пусть судьбу благодарит, что не расстреляли. Двенадцать лет всего-навсего за все получил. Двенадцать годков за жизнь молодую. Да будь я на месте суди, я бы вообще ни секунды не сомневался. Вышка и точка. И вот это было бы гуманно и справедливо. Тюрьмы переполнены. В камерах вонь, грязь, болезнь. А может, да, все пихаем, пихаем, пихаем. Сидят, как сельди в бочке. Один за мешок картошки, другой за души человеческие. А по-моему, им обоим в тюряге делать вообще нечего. Первого отпустить. Второго расстрелять. Вот весь разговор. Так, нет. А? Какой еще? Ноль один. Завидую я вам, Ратиков. Вы не знаете сомнений. Расстрелять оно, конечно, можно. Не надо кормить, одевать, охранять. Новые тюрьмы не надо строить. А на месте старых элитное жилье возвести тысяч по пять за метр. А кладбище вообще экономичнее и компактнее тюрем. А правосудие сортировкой заниматься будет. Этого казнить немедленно на расстрел. А этого помиловать, отпустить. Казнить, миловать, казнить, миловать, миловать, казнить. О, жалкий кворум мой. Хорошо устроились. Юбилей так юбилей. Моя Брунгильда. О, красавица моя. Чуть свет ее у ваших ног. Практически на одной ноге. Я на одной чем могу. О, я пошла. Вот и я, драгоценный мой председатель. Ну, удружил, так удружил. Чем могу. Здравствуйте. Вы теперь меня не только слышать, но и видеть можете, дорогой мой. Привет, депутат. Привет, артист. Да. Ну, реквизит? ла натурель, марганец, гипс, эгоист платиновый. Устраивает? Здорово. Пивка хочешь? Я не пью. Завязал, что ли? Старик, резко завязывать нельзя. Почему? Можно концы отдать. О, Господи, да пронеси помилу, что ты. Ну что, начнем, господа? А то мой котяра меня отпустил ненадолго. Итак, есть предложение открыть заседание. Кто за? Да, да. Смердин, вы как? О, 0-2, проигрывай. Голосуете-то как, за? За. Решительно за, неужели же против? Да. Заседание комиссии объявляю открытым. Прошу отключить мобильники, свой, к счастью, уже отключил. Итак, сегодня на комиссию выносится один вопрос. Прошение о помиловании Есенина Владимира Михайловича, осужденного. Изменения, дополнения к повестке дня есть? Изменений, дополнений нет. Докладывает у нас сегодня Ратиков. Так, все материалы были разосланы. Мое дело напомнить. Итак, Есенин В.М. Осужден по статье 105, часть 2, за умышленное убийство человека. Фамилии приводятся. И нанесение легких телесных повреждений некоему красавину Н.А. Так, дальше все неинтересно. Вот, по показаниям потерпевшего красавина Н.А. Есенин В.М. сам, заметьте, сам пришел на место преступления в квартиру одного из потерпевших. Так, что еще? Вот, в качестве орудия преступления Есенин В.М. использовал пистолет. Заметьте, не просто пистолет, а пистолет потерпевшего. Я за. Угу. Ты господи, чмо. Пистолет. Я за. Пистолет системы Макаров 1950-го года выпуска. Так, дальше не столь важно. Есенин В.М. был арестован в результате следственно-розыскных мероприятий у себя дома. По адресу такому-то так. Сопротивление при аресте не оказал. По месту жительства характеризуется положительным. Вот, пожалуй, по делу и все. Так, а где же у нас теперь ходатайство осужденного? Я сам люблю русского языка. Ходатайство осужденного, отнесенного к возбужденному. Блеск и тоска одновременно. Пивка не хотите? Я могу продолжить? Да. господа, не отвлекаться. Так, прошение. Прошение. Ну, понятно, о чем просит. Освободить из мест лишения свободы. Осознал, одумался, тяжелое положение семьи, младший брат, ну, все такое, плакать хочется. Но ничего нового тут наш Есенин не изобрел. Подобные мы уже сто раз читали. Так, теперь из характеристики. Представлено, кстати, первой подростковой колонии, где заложники. Той самой, в которой кровь льется. Русский не женат, мама, брат 14 лет, отношения с родственниками поддерживает. Так, принимает участие в художественной самодеятельности. Это они все принимают. Много читает. Так, дальше опять лирика. Вот итог. Администрация колонии не поддерживает ходатайс. Ходат. тихо, тихо, прошение. Да я вот слышал. Вот видите, не поддерживает. А в деле сказано, за что взыскание? Только дата и все. Я могу предположить, за что. Мать рассказывала, что у него была попытка самоубийства. Хорошо, что успели парни из петли вытащить. Да, какая уж тут поддержка, прошение. И правильно. Есенину вашему, что чужая жизнь, что своя, одна цена копейка. Убийца, при этом слабый и безвольный человек. Безвольный? Маяковский, Фадеев, Цветаева, Есенин, тот же, в конце концов, тоже слабаки. До свидания, друг мой, до свидания. Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставание обещает встречу впереди. Александр Сергеевич, позвольте выйти буквально на минуту. Позвонить надо. Без меня у дела сами не решаются. Я скоро вернусь. Мне вот, что интересно. А наш Есенин перед тем, как в петлю лезть, оставил какой-нибудь стих? Тут ясности нет. Говорят, была какая-то записка. Кому нужна эта записка? Такой же голубиный бред. Какой еще такой голубиный? А вот такой. А как вы считаете? Друг мой, милый мой, ты у меня в груди. Это что, не голубой, что ли? Не знаете вы, Есенин, увы? Я все равно бы так не написал. Вот с этим, милый мой, и впрямь. Трудно не согласиться. Да что вы к словам придираетесь? Да я не придираюсь. что вы бы так не написали. Я бы так не написал. Как-то Семен Антонович не написал. Пушкин Александр Сергеевич, вот что я имел в виду. Нет, не знаете вы, Есенина. Только женщине мог посвятить он свои предсмертные стихи, кровью написанные. Кто она, не знаю. Это его личная тайна. Вот вы тут Ратиков Пушкина упомянули, что, мол, он вряд ли мог так написать. Хорошо. Вот вам Пушкин. Мой милый друг, расстался я с тобою. Душой уснув, безмолвно я грущу. Блеснет ли день за синюю горою? Далекий друг, одну тебя ищу. Одну тебя везде воспоминаю. Одну тебя в неверном вижу сне. Задумаюсь, невольно призываю. Заслушаюсь, твой голос слышен мне. Вот так. Мартов. Я Сергей Есенин. Я слушаю. Как вы там насчет Вовки решили? Пока еще не решили. Ну, тогда пустите меня на комиссию. Я много чего по делу Вовки знаю. Ну, давайте еще двоюродных сестер и племянниц пригласим. То-то весело будет. Я категорически против. Не было у нас никогда такого и давайте не будем создавать прецедент. Указ не разрешает присутствие посторонних на заседании комиссии. Я думаю, это ответ. Ты слышал, Сережа? Извини. Звони через час. Да вы... На одной чаше женские слезы, а на другой давайте детские сопли намажем. И все. Больше ничего на них нет. Вы понимаете? Ничего. Правильно. Не нужны нам сейчас детские эмоции. Стой! Куда? Стой! Я кому говорю? Дайте мне сказать! Иначе я... Я не уйду отсюда! Вот не уйду и все. Да, веселенькая у вас комиссия. Как председатель беру ответственность на себя. Давай, Есенин, ну, отцепляйся часов и рассказывай. Давай, Сережа. Успокойся и говори. Мы тебя слушаем. Я... Сергей, Есенин, я очень вас всех прошу разобраться и помочь. Володя, брат мой, самый лучший человек на свете. То он учил меня всегда и читать, и писать, и даже рисовать. А всего Есенина он знал наизусть. А разве может плохой человек Есенина любить? Спасибо, Вовки. Теперь я тезку свою хорошо знаю. Сергей, какое это отношение имеет к делу? Извините, я... Я просто волнуюсь очень. Но ведь он и защищал навсегда. От тех подонков он и правильно приговорил. Угу. Сам прокурор, сам палач, сам и судья. Хорошо, что лет 12 без его приговоров проживем. Отдохнем все вместе без палача. Палач? Палач. Да много вы знаете. Вовки оружия в жизни никогда не было. А вот сам боебокс тут он силен. Кандидат в мастера. А если же отвечать, то это скорее всего я должен, а не он. Ведь это не меня на иглу посадили. В 11 лет. Только Володя смог меня вытащить. А не снова. И думайте, меня одного и ничего им не сделаешь. А главное-то это сынишка нашего областного прокурора. Они, я уверен, руки приложили и к смерти Настеньки, сестренки моей. Только как докажешь-то? Ну, Володя пошел разбираться. Думал поговорить по душам. Ну, может быть, пару раз по мордам врезать, но не больше. А стрелять не начали. Видели бы вы, в каком он состоянии домой дополз. А через пару дней сам с повинной явился. Вот. Письмо его прочесть могу. Не вытянет он всего срока. Тем более, вы взрослый. Я-то его хорошо знаю. Можно прочесть. Вам ведь правда нужна? Да. Ну, что, коллеги, может быть, разрешим? Александр Садьевич, похоже, вы, как писатель, нас на читательскую конференцию пригласили. А я на комиссию по помилованию собирался. Простите. Вот дело. 97 листов. И зачем нам 98-ю и неизвестно откуда взявшийся. Главное, что он нам даст. Я считаю, что ничего. Сережа, члены комиссии правы. Мы договаривались кратко и по делу. Умоляю вас. Маму, ну, что пожалейте. Умрет она. Не дождется Вовке. Меня тоже пожалейте. Что? Правда не нужна? Не нужна, да? Ну, да ладно. Короче, так. Не по мелочи. Брошусь под машину. И все. Честное слово, брошусь. Мне теперь тоже терять нечего. В общем, решайте. Все. Ну, учтите, моя смерть будет на вашей совести. Понятно? Ну, что? Получили, что хотели? Шантаж чистой воды. Я эту публику хорошо знаю. Артисты еще те. Ну, не знаю, как остальным. А мне показалось, что малый был искренен. Да, пошли, неси. Стой, куда? А куртка? Зимаш на дворе. Какая зима? Ну, что? Получил отворот поворот? Получил, получил. А я тебе говорил, навредишь только себе и матери и брату своему. А? Эй, Серега! Сергей! Да погоди ты! Улица Есенина. А если он действительно под машину сиганет? Мы же в этом виноваты будем. А мне кажется, волноваться не нужно. Давайте спокойно все взвесим. Сейчас мальчишка, ну, парень этот, явно не в себе. Но, скорее всего, это я как доктор говорю, пройдет немного времени и он успокоится. Семен Антонович, вы уж извините, но мне от этого вашего, скорее всего, легче не стало. Если честно, мне тоже очень тревожно. Мы с вами раз и навсегда договорились. Вспомните, не сомневаться в приговорах суда, так? И в указе это прописано. Есенин вину признал. Он кается. А мы с вами решаем применять к преступнику. И я подчеркиваю, к преступнику милость или нет. Правильно? Да, но в нашем деле потерпевшими оказались не совсем простые люди. И мне это дали понять неоднократно. Так что и на следствие, и на суд наверняка оказывалось давление. Мы же с вами знаем, что Есенин шел безоружным, следовательно, убивать не хотел. Не было у него такой цели. Значит, он не слишком виновен. Хотя, с другой стороны, мы с вами знаем нашу милицию, наши суды. Сдается мне, господа заседатели, что нам предстоит нелегкий выбор. Да, Есенин закон нарушил, приступил. Но ведь он брата родного и других детей от наркотиков спасал. Значит, поступал по совести. Мне как-то всегда казалось, что закон и совесть совпадать должны. а похоже, нам выбирать придется либо закон, либо совесть. Путанец какая-то получается. Я не знаю, я не знаю почему, но мне кажется, парнишка правду сказал. И... вот и все. Простите за бездолковость. На этих качелях можно раскачиваться до ночи. Что ваш мальчишка положил на эти чаши весов? А? Что? Любовь к брату? Прекрасно. Пусть чаще пишет письма и носит передачи. И хватит время тратить. У меня есть предложение. В связи с особой тяжестью преступления в помиловании Есенину Владимиру Михайловичу отказать. Председатель, ставьте вопрос на голосование. У некоторых закон на первом месте. Ну да, у кого-то совесть на почетном втором месте. Вы знаете, у меня что почетным, что по нечетным. И то, и другое в наличии. Выбирать не нужно. Да я что, я вас обидел, что ли? А я и не вам. Моя совесть на стороне закона. Вот так, господин писатель. О вашей глубокомысленной рассуждений они для романов, для пьес, для повестей хороши. Но мы-то сюда не сочинительством пришли заниматься. Конечно. Да и законы бывают и плохие тоже, как и депутаты. Ну, знаете, артисты тоже всякие бывают. А по-моему, если закон плох, его нужно либо менять, либо исправлять. Не правда ли, коллеги? Вы абсолютно правы, Елена Александровна. И пока он, закон действует, его надо выполнять. А пока закон действует, пусть даже плохой, вы предлагаете его соблюдать. Не так ли? А вспомните законы фашистской Германии, которые обязывали немцев сообщать в гестапо о скрывающихся евреях. И законопослушные бюргеры сообщали, отправляя в концлагеря и обрекая на верную смерть не только евреев, но и немцев, укрывающих их. Немцев, которые действительно нарушали действующие законы. А вспомните наши тридцатые. Сколько людей погибло, сколько судеб искалечено только потому, что для многих закон был выше морали, совести, сострадания, в конце концов. Жить по закону всегда проще и спокойнее, чем постоянно с совестью сверяться. Это я вам как хирург говорю. Похоже, что у нас нет ответа. Пусти! О! Тут чуму! У нас сегодня прямо цирк шапитал какой-то, а не комиссия. А предложение своего Я не снимаю. В первой подростковой в основном по слабым статьям сидят. Это я точно знаю. Тяжеловесов туда не отправляют. Так что с уверенностью можно предположить, что один из тех отморозков, кто убил охранника и удерживает заложников, как раз наш с вами Есенин и есть. А вот теперь представьте себе на секунду. Мы его помиловали, а ему пожизненное светит. Да после этого всех нас мало разогнать будет. Семен Антонович, вы говорили, у вас там приятный знакомый в колонии. Можете ему позвонить? Вдруг что-нибудь дознает. Да так, конечно. Привет. Алло, алло, Леша. Леш, это я, Семен. Что там у вас случилось? Что у нас случилось? Трагедия у нас случилась, Сеня. Заложников взяли. У нас камера-то одна для особо опасных преступников. Четверо сидели. Все по 105-й. Часть 2-я. Убийство из хулиганских побуждений. Один сволочь на живот пожаловался. А я, дурак старый, отправил медсестру с охранником. Они охранника за точкой, а ее в заложнице. Еще двух сокамерников. Леша, а фамилии этих двоих ты знаешь? Да не знаю я, Сеня, их фамилии. Не знаю я. Один с такой поэтической какой-то фамилией. Не помню я. Леша. Вот и ОМОН прибыл. Ну, просил же, предупреждал, умолял. Не надо штурма. Всех ведь перебьют. Леша. Леш. Ну, вот отключился. Полагаю, что теперь всем ясно, что сегодня положительного решения в принципе быть не может. А то нас будут называть комиссией по помилованию трупов. Остается мое предложение. Прошение Есенина отклонить. А почему вы так уверены, что Есенин один из тех двух подонков? Я, например, совсем даже не уверен. Слушайте, еще раз. Нас шантажируют. Полистайте дело. Там ни слова о наркотиках. Не было их. Так же, как и не было никакой явки с повинной. Вот документы. Там черным по белому все прописано. А парень ваш лапшу вешает на уши. Сам с повинной явился. Есенина наизусть читает. Да хоть Шекспира! Короче, вранье все это. Поставляйте карманы. Сейчас еще одну порцию правды получите. Да. Я слушаю. Говорите. Сижу на подоконнике. Этаж девятый. Вот окно открылось. Слышите? Слышите машину внизу? Если не помилуйте, лечу вниз. Мамой, братом, памятью Настеньки, богом, да кем хотите, клянусь. Мне теперь тоже терять нечего. Послушай, Есенин, друг ты мой дорогой, мы тебе сочувствуем и тебя понимаем. Но не надо валять дурака и врать не надо. Слышишь, Сережа, заврался ты совсем. Сначала ты нас знаешь, Есенина. Потом ты нас пытаешься сигануть под машину. Теперь вот из окна хочешь прыгнуть. Так вот, Сереженька, не знаешь ты, Есенина. И под машину ты не рванул. А квартира у тебя номер три. Это в деле черным по белому у меня написано. Значит, первый этаж. Так что прыгай. И за горло нас брать не надо, понял? Вот и прыгну. Простите. Какая квартира? Простите. Не три, а тридцать три. И не квартира у меня, а комната в коммуналке. Вот, кактус тут. Тут кактус? Что кактус? Где еще? Кактус в горшке, на подоконнике. Отпускаю. Считайте. Где-то метров тридцать. Девятый или десятый этаж, это смотря от того, какой серии дом. Сто тридцать седьмой серии. Правильно сосчитали. А то я все вру и вру. Зря. Дурак. На вас надеялся. Ну и ладно. Живите так, как вас ведет звезда. Под кущей обновленной сцени. С приветствием, вас помнящий всегда, знакомый ваш, Сергей Есенин. Ну что, это я опять вру? Или не вру на счету Есенина? И все. Звонить больше не буду. Записывайте номер. Сто семнадцать, одиннадцать одиннадцать. Если до восьми вечера ваша отстойная комиссия не примет положительного решения по Вовке, я ровно восемь и одну минуту лечу на встречу с кактусом. Опять кактус. Боже мой. Воробушки игривые, как детки сиротливые прижались у окна. И снится им прекрасная. В улыбках солнце ясное, красавица весна. А знаете, Елена Александровна, сколько было Есенину, когда он эти стихи написал? Сколько? Четырнадцать. Ровно столько, сколько нашему Сережке Есенину. Красавица весна, красавица, красави... Красавин. Тот, легко раненый, который остался в живых. Что-то очень знакомая фамилия. Ну, нет, у меня на фамилии память плохая. Хотя, в самом деле, действительно, что-то похожее было. Помню я эту фамилию. Был. Был нас красавица. Теперь я точно помню, что был. Причем совсем недавно. Вот. Красавин Николай Анатольевич. Восемь лет строгого режима. Хранение и распространение наркотических средств в средине совершеннолетних. Задержан в школе. Вот. И прошение о помиловании. Отсидел чуть больше месяца, уже помиловать просит. Если у вас есть душа и совесть, то вы просто обязаны дать мне шанс. Я еще очень молод и могу принести огромную пользу обществу и нашей великой России. Печется собака. А Россия? Извините, извините, забыл выключить. Еще пару минут, Александр Сергеевич. Простите подлеца. Ну что, Елена Александровна, дали мы этому красавину шанс перенести родине пользу? Нет, конечно, отказали. Там протокол. Все единогласно за. Даже Ратиков. Ну, вам-то лишь бы навыпускать побольше. Есениных, Красавиных. Слезу пустить от их душесчипательных прошений и соплей мальчишки, обладающего, соглашусь, актерскими приемчиками. О! Да, представляю, как бы вы обрыдались над прошением Чикатило. Не читали? А я читал. Мерзкая бумага. Там только все про себя. Какой он бедный, несчастный, богом и судьбой обделенный, какое у него трудное детство было. И ни слова, заметьте, ни слова. О 50 загубленных детях... Владислав Степанович, по-моему, вы не совсем о том... ...которых так и не дождались домой. Их мамы и папы. Ни слова. И в конце эта мразь заявляет, что если ему сохранят жизнь, то он еще послужит своему народу и принесет пользу обществу. Вот, слава богу, не читал я этого. Красавин ваш прямо. Один к одному. И самое главное, что в каждой строчке звериный страх смерти. А бешеных зверей надо стрелять. Стрелять и точка. А если бы Чикатило тогда твердо знал, что его за это обязательно, именно обязательно расстреляют? Может быть, ходили бы сейчас эти ребятки в школу, радовали своих близких, влюблялись, дружили. Никакой пощады. Вышка и точка. Чтоб другим не повадно было. Вы как-то не слишком законы жалуете? Я тоже не все. Ну вот, пожалуйста, Уголовный кодекс Российской Федерации, 2002 год. Провесник нашей комиссии тоже пять годков будет. Но время-то нынче другое. Жесткое. А законы мягкие. Слишком мягкие. Батюшка наш, как ты заявил, мол, не нам это решать. На небесах душа рождается. Там и высший суд будет. Он все рассудит. Я не возражаю. Высший так высший. Только пусть он пораньше состоится. Чего ждать-то? Да, я, конечно, давал клятву Гиппократа. Но, если честно, я сам бы этого Чикатило грохнул собственной рукой. Вот этой. Можете после этого, Александр Сергеевич, со мной не разговаривать. Семен Антонович, я противник смертной казни, но, если говорить откровенно, если говорить и Чикатило, то и с этой моей категоричностью возникают проблемы. Врать не буду. И на какой чаши весов истина, я не знаю, но не надо всех под одну гребенку. А вы знаете, что первое дело Чикатило девчушку семилетнюю приписали некоему Александру Кравченко. Парню потом вышку дали. А то, что эта девочка никакого отношения к Кравченко не имела, выяснилось уже позже. Во время допросов Чикатило. А приговор уже исполнили. Привели в исполнение. Все. Не вернешь. Ладно. Хватит об этом. Давайте вернемся к делу. Теперь мы знаем, что наркотики в деле присутствовали. Во всяком случае, у Красавина они были. Значит, Сережка Есенин нам правду сказал. Да и записки старшего Есенина мы тоже могли бы хоть что-нибудь узнать. Я почему-то уверен в решимости, Сережа. Есенины, по-видимому, все такие. Так что мы сегодня как минимум двоих спасаем. Я буду голосовать за помилование. Как остальные? Мне жаль мальчишку. Если случится невероятное, и он выполнит свое обещание. Ну и тогда я не буду испытывать ни малейших угрызений совести. Я хирург, Ратиков. И мне часто приходится делать людям больно ради их жизни. Но так нельзя, Владислав Степанович. Это жестоко. Есенин еще очень молод. И вина его, честно говоря... Ведь и себя я не сберег для тихой жизни, для улыбок. Так мало пройдено дорог. Так много сделано ошибок. Все это лирика. Господа. Очнитесь! У нас у всех есть дети. А кое у кого внуки. Я буду голосовать против. И призываю вас найти в себе гражданское мужество и проголосовать так же. А я лично больше верю двум несчастным братьям Есениным, чем всем этим судам, следствиям и системе этой пенитенциарной, или как ее там, всем вместе взятым. Я буду голосовать за. Господи, какая система пенит... пенитенциарная? Эй, туда, наверное, легче попасть, чем произнести это. Извините, Александр Сергеевич, там вас опять вахтер требует, у него бумага какая-то, чрезвычайная. Не знаю, мне не доверен. Вот достал этот вахтер, так достал. По полной программе. А не послать бы тебе его, а, Александр Сергеевич? Да уж. Ирина Александровна, дорогая, не в службу, а в дружбу. Конечно. По-моему, он уже чувствует себя членом комиссии. КОНЕЦ ПЕСНЯ Ещё разок то же самое. Будьте добры. Алло. Да, маленькая. Ксюшечка, ну ты же сама говорила, что любишь бывать в гостях. Ну хорошо, скажи тёте Люде, что я разрешила. Только одну. Малыш, ну потому что у тебя диатезик. Да. Хорошо. Купить слоника? Ну тогда обязательно куплю, это уже серьёзно. Хорошо, обещаю. Маленький, но уже скоро. Сейчас я освобожусь и к тебе бегу. Только слушайте тётю Люду, ладно? Давай обнимаю. Вы у нас секретарь. А у кого это у нас? У комиссии, по помилованию. Ответственный секретарь, с вашего позволения. Что там у вас? Письмо. Очень даже интересное. Хорошо бы вам, госпожа ответственный секретарь, ознакомиться с ним. А вы уже прочли, как я вижу. Да если б я его не прочёл, оно так бы и валялось тут. А вас в детстве не учили, что читать чужие письма нехорошо? Милая, меня в детстве много чему учили. Это заметно. Что заметно? No comments. Чего? Без комментариев. А вы что подумали? Есенин мне ваш тоже не нравится. Я больше Лермонтова люблю. Что же ты, моя старушка, приумолкла у окна? Выпьем с горя. Где же кружка? Сердце устанет. Забор. Браво, Ратиков. И Дантес, и Мартынов в одном флаконе. Смело с классиками расправился. Да ладно вам. Уже пошутить нельзя. Вот вам, коллеги, подарочек с вахты на наш юбилей. Это записка Володи Есенина. Адресована брату. Та самая. До свидания, друг мой. До свидания. Та самая. Итак, комиссия по помилованию. Что будем делать? Читать? Да-да, читать. Непременно читать. Читать. Опять изба читальня. Я уже посмотрела. Если честно, мне читать будет очень трудно. но вы, председатель, вам решать. Дорогой Серёжка, не жалей меня и не ругай особо. Очень я не хотел тебе и маме больно делать. Но не могу я больше жить, когда такая подлость человеческая на земле есть. Дальше, знаю, ещё хуже будет. Так зачем ждать, когда из тебя всё человеческое, что осталось, выбьют, как выбивали, когда следствие ввели? Да суд шёл. Ты, Серёжка, не переживай и себя ни в чём не вини. Виноват этот прокурорский сынок да его дружки. Даю тебе честное слово, что если бы можно было бы вернуть всё назад, я снова пошёл бы к ним, потому что кто-то должен защищать тебя и таких, как ты. Но я даже не думал их убивать и до последней минуты буду жалеть, что так получилось. Я не помню, как мне удалось пистолет вывить. Они мне лоб раскроили и сквозь кровь я ничего не видел. Только нажимал на курок, когда получал очередной удар, нажимал и всё. А потом наступила тишина. Не представляю, как я домой добрался, а когда стало чуть полегче, сразу пошёл в милицию. Я хорошо помню слова этого подонка, вы молодец, что сами решились прийти, следствие и суд обязательно учтут вашу явку с повинной и чистосердечное признание. Идите домой, долечивайтесь и спокойно ждите повестки. И всё это сладким таким отеческим тоном, а с дружеским похлопыванием по плечу. Знал бы я, что в эти минуты он мысленно уже капитанские погоны примерял. А я, дурак, поверил, дальше ты сам всё видел, спецназ, автоматы, наручники. И этот гад во главе, ныне герой в капитанских погонах следователь следователь Ратиков. Будь он проклят. А ты, Серёжка, прости, прости меня и успокой маму. Теперь ты один за неё отвечаешь и знай, я не жалею, не зову, не плачу, ни о чём не жалею и не хочу, чтобы жалели меня. Не взывая помощи, всё равно помочь мне уже никто не может. И не плачу, и ты не плачь. Будь мужчиной. Ещё раз прости. Субтитры создавал DimaTorzok я всегда говорил, что этот слуга закона, знаток русского языка и литературы, сукин сын. Да, скверная история, однако. Это правда? Да нет, ты просто скажи, это правда или нет. Вы что, меня уже судить собираетесь? Может, сначала с убийцей разберётесь? Но, может быть, ты всё-таки скажешь, скажите нам, была эта чёртова явка с повинной или нет. И ты туда же. Правдивая ты наша. Прежде всего, Владислав Степанович, вы извинитесь перед Еленой Александровной, а потом мы будем настоятельно просить вас дать разъяснение и, прежде всего, почему вы умолчали о том, что были знакомы с Есениным и были причастны к его делу. Значит так, первое, отчитываться о своей служебной деятельности не собираюсь комментировать бред сумасшедшего отказываюсь. А насчёт извинений, что ж, готов их принести. Это я могу. Извини. Те. И помилуйте. Слушаем вас, Ратиков. Нет уж, это я вас слушаю. Так что вас конкретно интересует. По пунктам, пожалуйста. Нет, ты просто скажи, простите, скажите нам, пожалуйста, была эта чертов явка с повинной или нет. Явки с повинной не было. Это я вам как юрист говорю. Просто прийти и рассказать, что почём, это не явка с повинной. Это детским лепетом называется. Требуется соблюсти целый ряд нормативных актов. Они, соблюдены Есениным, не были. Стало быть, явка с повинной признана быть не может. Всё? Нет, не всё. Совсем даже не всё. Кем соблюдены не были. Несчастным, побитым, несовершеннолетним Есениным, ничего не понимающим в ваших нормативных актах. Или, может быть, вами, стоящим на страже закона. Полагаю, что именно вами, потому что вам очень хотелось получить капитанские погоны. Вы бессовестный человек, Радиков. Это я вам как врач говорю. А я вам как юрист отвечаю, незнание закона не освобождает от ответственности. Есенин ваш совершил тяжкое преступление, несёт заслуженное наказание, а машина и без меня сама закрутилась. Хрен остановишь! Где? Где вы преступника нашли? А я всё больше и больше убеждаюсь, что Володя Есенин и есть потерпевший. Самая настоящая жертва. Жертва вашей тупой, двуликой правоохранительной системы. А это не ко мне. Той самой машины, которую такие, как ты, запускают, а потом хрен остановишь. Воздержимся от эмоций, коллеги. Ответ получен. Явка с повинной была. А следовательно, есть основания считать, что всё написанное в записке Есенина правда. Да не было явки. Не было. А если явка была, значит, наш Есенин понёс незаслуженное наказание. И надо парня из тюрьмы вытаскивать. Нечего ему там делать. Позвольте вам напомнить, господа, что жертва ваша в данную секунду, может быть, на свою заточку и сестричку сажает. Если, конечно, Омон его первым грохнуть не успел. Семён Антонович, а позвоните к вашему Алексею, он наверняка ведь должен знать, что там у них происходит. Да-да. Сейчас, сейчас. Лёша! Лёш, как там у тебя? А, сестричка жива? Ну, слава Богу. Что ты говоришь? Что? Можно включу громкую связь? А, да-да, спасибо. Спасибо одному парню, который в заложниках был. Так он этих подонков голыми руками скрутил. А когда ОМОН прибыл, там всё было кончено уже. Они двух этих гадов отстреляли, а его ранили в плечо. Так он у меня сейчас на перевязке сидит. Лёша, Алексей, с фамилиями этих преступников, с фамилиями этих преступников просто мистика какая-то. Ты узнай, кто они. Узнал, Сеня. Один Петров Владимир, а второй, который с поэтической фамилией Сергей Лемешев. КОНЕЦ Алексей Михайлович, дорогой. Спасибо вот ему. Его благодарить надо. Спасибо. Спасибо. Лёша, как фамилия парня? Понятия не имею, как его фамилия. Слушай, друг, а действительно, как твоя фамилия? Осужденный третьего отряда, статья 105, часть 2. Есенин Владимир Михайлович. Есенин? Лёшенька. Лёшенька. Минутку, Сеня. Послушай. Минуточку. А сейчас о том, как завершилась ситуация, расскажет Виталий Жадюк. Ну, полковник Бугристый много чего по делу сказал. От себя добавлю, что нами была проведена операция «Вихрь-антитеррор». Есть пострадавшие. Но главное, бандиты, захватившие в заложники медсестру и двух осужденных, полностью уничтожены. Это были матёрые преступники. Сейчас, благодаря чётким действиям сил правопорядка на территории колонии номер один полностью установлен нормальный режим. Спасибо, Виталий Сергеевич. О том, как разрешилась ситуация в колонии номер один, рассказал пресс-секретарь УВД Виталий Жадюк. Ну что, снято? Я сворачиваю технику. Поехали дальше. Лёш, ты меня слышишь? Лёша, Лёша, ты меня слышишь? Лёш, не отдавай им Есенина. Ни в коем случае не отдавай. Кричи, что он находится под защитой комиссии по помилованию. Кричи, что они, если хоть пальцем его тронут, хватит нам миловать, сажать пора. Мы все дела забросим, мы займемся этими бугристыми жадюками. Кричи, громче кричи, слышишь меня? Лёша! Всем спасибо. Славно поработали, ребята. Уходим. Все, Сеня, все в порядке. Конец связи. Ну, кактус, молодец. Молодец, не ожидал. Ну что, коллеги, пора нам голосовать, причем проголосовать нам надо единогласно, иначе рассчитывать на понимание Кремля наивно, тем более в нашем случае вот с убийством. Так, ставлю вопрос на голосование. Кто за помилование? Я за. Правильно. Нечего ему в этой тюряге делать. Я за. За. При полном соответствии с законом, что главное. Ну, ткни куда, я же не вижу без очков. Вот. А на чашах ты жизнь оказалась. Представляю, что ему в этой камере пришлось пережить. Я голосую за помилование. А я против. Смердин, по паспорту. А как вы? Извините подлеца. Одну секунду. Одну секунду. Господа хорошие, откуда это сокровище? Как его там? Смердин, смертин по паспорту. Откуда вообще этот член, точнее, чмун комиссии свалился-то на нас, а? Я не помню уже. Надо будет в кадрах посмотреть. Чего там смотреть? Откуда прибыл, пусть туда и убывает. Я предлагаю исключить эту чму из состава нашей комиссии. Пусть он идет к своему четверногому другу и вместе смотрит футбол по телеку. Голосуем, кто за, я за. Ну что? А дозвольте, господа, хорошее слово молвить. Мне вчера байку рассказали. Любопытная байка. Принесли государю Николаю, но первый который, прошение о помиловании некого простолюдина Ермолая. А дело было вот в чем. Зашел этот самый Ермолай хороший уже, хороший в кабак водочки добавить. Ну, а к нему подходит урядник или еще какой-то чин и говорит, ты бы Ермолая шапку-то снял, да поклонился портрету государя-императора нашего. Ну, а Ермолай не только не поклонился и шапки не снял, а спьяну ляпнул. Плевать я хотел на вашего Николая. Ну, и пять лет каторги схлопотал. Сколько? Пять? Мало. Прочел Николаю это прошение, подумал немного и написал резолюцию на деле медалоги Ермолая. Ермолая помиловать, это во-первых, нечего ему на каторге делать, во-вторых, портретом государевым не место в кабаках изъять незамедлительно и, в-третьих, передать этому самому Ермолаю, что Николай тоже на него плевать хотел. Однако, недурно. А к чему вы это? Ну, к тому, что, во-первых, я тоже Николай, кстати, Павлович, Павлович, и тоже за помилование. Нечего вашему Есенину на каторге делать. Во-вторых, тоже считаю, что государю, нашему президенту при таких разборках не место. В-третьих, плеваться я не умею, потому выпью на прощание. Что такое? Кстати, господа хорошие, это для вас это чертова запятая, всего лишь знак припинания, достал из кармана и все, того казнить, того помиловать. А я так не могу лучше виски, футбол, но только, чтоб не ваши мальчики кровавые в глазах. Может, я что-то неправильно понял, но мне кажется, нашу бесценную комиссию сравнили с кабаком. Возьмите над твоей двушкой, в год вечерни не сказали мне. Пишут мне, что ты, дая тревогу, загрустила, ширка во мне. забудем это чмо, он и в Африке чмо. Николая, Ермолая, забываем. А что касается Есенина, повторяю, я против помилования. Ну, не надо так. Да, нет здоровых людей, есть недообследованные. Мне уже начинает казаться, что Ратиков это не фамилия вовсе, а диагноз. Болезнь, причем болезнь заразная, инфекционная по-нашему. Возможно, даже передается воздушно-капельным путем. Вот придет ко мне такой человек, осмотрю я его нутро гнилое и поставлю диагноз острый инфекционный Ратиков. Но лечить не буду. Что это я все лечу, лечу. Иногда, ох, как хочется кое-кого покалечить. Покалечить хочется? Давайте. Только, знаете, можно и на статью нарваться. Не надо забывать про депутатскую неприкосновенность. Чего? Он чего сказал? Неприкосновенность? А я до тебя и касаться не буду. Я Виктора попрошу, чтобы он из кареты мой костыль принес. И так тебе накостыляю. Будь покоен. Так что, в раз твоя депутатская неприкосновенность кончится. Так что, поднимай свою мохнатую лапу и голосуй за. Да я хоть за черта Хромова проголосую. Если сочту нужным. И никак иначе. Потому что я сто распуганный и пару расстрелянный. Хотите за? Да бог с вами. Берите. Пусть в Кремле появится очередная картинка всеобщего единодушия. Но вас попрут, господа. Ох, как вас попрут. Поздно будет каяться, да? На себя пенять придется. Да, это уже не комиссия. Это уже палата. Не поймешь только какая. Хирургическая или психическая. Психиатрическая. Благодарю вас, господин Кактус. Вот и диагноз. Итак, Ратиков, вы за? Я могу, за, могу, против. Я сам себе хозяин. Владислав Степанович, я жду. За. Решение принято. Единогласно. Все вы тут психи. Не надо так. Ратиков, у тебя дети есть? Будут, не волнуйтесь. А ведь не должны быть. Тут и голосовать не надо, всем все ясно. Будут, за это не беспокойтесь. До свидания, друг мой, до свидания. Что? Я прошу тебя, ради меня, ради наших отношений, пожалуйста, уйди красиво, веди себя как мужчина, ладно? Я буду вести себя как мужчина рядом с женщиной. А я не вижу тут женщины. я вижу директора гимназии и секретаря комиссии по помилованию. Ответственного секретаря. Я бы сказал, чересчур ответственного. Шаганая ты моя. Шаганая. Шаганая. Стоп, а в протоколе он расписался? Нет, конечно. Ратиков. Ратиков. Ратиков, вы забыли расписаться. Поставьте подпись. Вот ручка. Поставлю. Не беспокойтесь. Ну, прекрасная Брунгильда, и вам, господа, предлагаю снять ратическое напряжение. Этот прохвост испортил нам настроение. Опа! Предлагаю выпить за именинницу Оленьку за юбилейную комиссию и, не поверите, за всех Есениных. Ах, господа, я и шампанское люблю. Давайте. За комиссию, за Оленьку и за всех Есениных. А знаете, в чем наша разница? В чем? Сказать? Над вами пустота. Над вами никого и ничего. А надо мной шеренга милицейских начальников плюс прокуратура. Ведь все же знали, кто убит. Знали. Во все отделения ориентировки были разосланы. И как только Есенин ваш в коридоре появился, уже начальству доложили. И все. Все. Уже никто ничего не мог остановить. Машина закрутилась, понимаете, машина. Ладно. Ну что вы умолчите? Возразили бы что-нибудь. Устал я. Радиков. Да бросьте вы, Александр Сергеевич. Вы мужик крепкий, писатель. Только за книжками вашими я что-то очередей не видел. Вам что с этой машиной сцепиться? Расплюнуть. Ну, пойдете строчить свои повести, рассказы. А у меня вся жизнь под откос. именно под откос. В этом вся наша разница. Да, кстати, капитана я еще до вашего Есенина получил. Просто не было времени в кадры загажать. Прощайте. Радиков. Елена Александровна, это вам. Нет, это Оленький, Оленький, Оленький. Нет, нет, это от нас, Оленькая, она умница. Будет только рада. Спасибо. Подписал. Еди на глаз. Знай наших. Над окошком месяц. За окошком ветер облетел и тополь серебристый светел. Дальний плач тальянки, голос одинокий и такой родимый, и такой далекий. Дальний плач тальянки, голос одинокий и такой родимый, и такой далекий. Боже мой, смотрите, уже восемь. Мы забыли о Сереже. Надо срочно звонить. Елена Александровна, поговорите вы с Сережей. Вы женщина, педагог у вас получится. Это я вам как доктор говорю. Конечно. А где номер телефона? Кто записывал? Ратиков записывал, но он же унес блокнот. Да там в анкете был адрес. Я специально по ней сказала, квартира 3 вместо 33, чтобы проверить его. Где же адрес? А вот улица Есенина. Господи боже, почему улица Есенина? Виктор, ты где сейчас? Подъезжаю к заправке. Слушай, все, все, заправка отменяется. Адрес слушай. Адрес, адрес. Улица Есенина. Дом то ли 11, то ли 17. Слышите? Этаж. Квартира 33. Этаж. Этаж 9. Пожалуйста. Ты понял? Все, несись. До пробки с Пашняков. Да плюй ты, на гаишников, на знаки, на светофоры. Несись туда. Доедешь, беги сразу в квартиру. Да. Звони, стучи. Да ломай ты ее к чертовой матери. Главное, кричи, кричи. Прошение поддержали. Все понял? Витя, милый, Витя, на тебя вся надежда. Бесполезно даже на вертолете. Он не успеет. Боже мой, хоть бы успел. Господи боженька, ну, пожалуйста. Мы теперь бессильны. Хоть бы успел. Хоть бы успел. Мы теперь бессильны. Комиссия по помилованию ничем помочь не может. Бессильны. Тихо. Комиссия по помилу. Ну, вот, наше правосудие, и на что оно годится, о, больное, но очень больное. Это я вам, как медик, говорю. На этом наше самое печальное созидание комиссии объявляю закрытым. Мы проиграли, победили Ратиковы, как всегда. Все, господа. Девочка, девочка, ты улицу Юсилина знаешь? Знаю, но я как-то часто с Блюхером путаю. Мне Блюхера не надо, мне Есенина надо. Удивитесь, дядя. Спасибо, спасибо. Помиловали! 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 Серёжка! Помиловали! 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 А почему успел? Успел! Успел. Успел. А? А? Гол. Сережка. Победили. Победили. Верний. Тихо льется склянув листьев медь. Будь же ты лавек благословенна, что пришла процессии умиる. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ